Здравствуйте! Это программа «Открытая кухня» и я Мария Головацкая. Накрыть на стол за 20 минут, при этом накормить гостей и рыбой, и мясом, вполне возможно. Форель по-королевски и ягненок в аджике. С новыми рецептами из Грузии вернулся шеф-повар Алико Амзоев. Макияж – привычное дело для каждой женщины. Но несмотря на количество времени, проведенного перед зеркалом, результатом мы довольны не всегда. Сегодня о трендах современного мейкапа, о коррекции лица мы поговорим с визажистом и стилистом Маргаритой Красавиной. А также обсудим, почему специалисты, говоря о молодости лица, имеют в виду зону от макушки до груди. Буйство красок, невероятные ароматы на столе – это означает, что сегодня у нас в гостях Алико Амзоев. Здравствуйте. Здравствуйте. Алико, что мы сегодня готовим? Ну, сегодня мы будем готовить форель по-королевски, новым рецептом, со спаржей, сыром сулгудни, авокадо и томатами. Это один рецепт, и что-то мне подскажешь, что вот здесь баранина, значит, будет второй. Да, да. А из баранины у нас будет поранено в аджике, в грузинской, абхазской аджике. Новые привезли, да? Да, мы привезли из Грузии, я вместе как прилетел, новые. Обновляем меню сегодня все вместе. Да, рецепты обновляем, делаем вкусно, чтобы люди от еды получали в удовольствие. Да, тем более, что все очень соскучились. С чего мы начинаем? С рыбы. Давайте мы начнем сейчас с рыбы. Ну, в первую очередь мы тогда начнем. Обжарим. Разогрели мы уже сковородку. Да. И мы просто... Обжарим чесночок для аромата в масло. Что? Еще можно чуть-чуть подогреть. Чесночок для аромата – это очень хорошо, потому что, я не знаю, есть, конечно, люди, которые не очень любят чеснок, но если нужен аромат, то это как раз-таки про чеснок. Ну, спаржу. Можете и замороженную, можете и свежую. Ну, у нас замороженная, да? Вот я смотрю, что она так потихонечку... Я взял замороженную, да. Ну, вот это еще. Да, мне понадобится. Она очень полезна, очень легкая. Мы потом сейчас будем помариновать нашу личную форель. А ваша любимая рыба вообще какая? Ну, я люблю больше болесенную и форель. Форель тоже неплохо. Очень даже. Спаржа отправляется. Можно помещать. Можно, да, конечно. Ложечку, можно ложечку, либо, давайте, лопаточку. Ну, мы его сейчас припушим сейчас. Он у нас будет... Ну, это все буквально мгновение. Сколько по времени? Ну, это блюдо готовится, если печь у нас горячая, максимум 20 минут. 15-20 минут. Очень легкое блюдо. Очень легко и быстро. Мы к этому блюду будет специальный соус из тархуна. Очень вкусный. Вы можете помочь. Давайте, давайте. Вот это нам придется все. Погружаем, да. Мы добавляем чили-перец. Это и есть тот королевский соус, да? Чеснока я много не добавлю. Один зубчик чеснока. Вот смотрите, сколько ее нужно вот зелени здесь. Можно все. Прям все. Добавить оливковое масло. Угу. И лайм. Соль и лайм. И лайм. Так. Вот так у нас. Лайм. Лайм мы просто разрезаем и... На половине пол лимона хватит. Оттуда нам нужен сок. Миллиона лимона, но хватит. Угу. Сейчас мы это все... Маленько контролируйте. Вот смотрите. Вот выжимаем весь. Половинку, да? Да. Половинку. Половинку. Аромат лайма, он вообще не забываем. Мне сразу кажется, что я где-то на море. Добавляет экзотики. В общем, если вы тоже за это... Мы сейчас будем просто это добавлять. Сразу же выкладываем, да? Сразу же выкладывать. И теперь можно уже приступать к соусу. Сейчас мы это все сделаем слоями. Еще что-то нужно добавлять сюда? Нет, больше ничего. Все. Все есть. Можно потихонечку. Вот это все положить. Добавляем. Томаты. Томаты такие ядреные, это местные, да? Да, местные такие. Режем не тонко. Ну, можно выбрать такие сочные, хорошие помидоры. Уже место, уже сезон. Да, наконец-то уже. Можно уже позволить себя. Потому что бывало же такое. Но я думаю, что у вас тоже вроде с виду красота. А потом берешь, раскрываешь, там одна вода и... Одна вода, да. Торельным предварительно его уже почистили. Да, мы откажем внутрь, внутренность и жабры мы почистили. А там коси нет, у нас чистофиле. Мы сейчас будем... Смотрите, вот подойдет такая консистенция, да? Все. Все, это у нас будет соус. Заготовочка у нас. Да, соус будет специально вот на нашей вот этой рыбке. Сейчас это мы будем все. Перчика, чтобы прочувствовать все ингредиенты. Сейчас я добавлю кинзы. И аджики. У нас разогревается духовка. Сколько по градусам примерно? Сколько должна быть температура? По градусам? Да. По градусам, наверное, 180. 180, то есть она должна быть хорошо разогрета уже? Да. Это мы его считаем. Вот так. Сложим. У нас пойдет авокадо. Авокадо. Расскажите, как выбираете авокадо? Эти очень красивые. Авокадо не должно быть очень мягкое. Вот как помидор уже, я слышала. Можно сказать, что такой вот он примерно? Да, ну там разные цвета есть. И разные вкусы. Ну вот смотрите, по цветам разные. Ну лучше бразильские. Бразильские, да? Да. Он очень полезный. Из него и в соус идет, и пюре делают, и много чего вкусного. Освободили мы от косточки. Вот прям большими, да, кусочками? Большим кусочком, это как пойдет у нас, как гарнир будет к рыбе. Сиденький с кусочками. Очищаем от кожуры. И тоже, опять же, вот здесь, с этой стороны, да, тоже большими кусочками. Да, с этой стороны. Выкладываем. Ну и выкладываем. Из него делают еще пюре. Все. Это очень вкусно. Нам сейчас придется сыр. А, сыр еще хоть. Тереть. Сыр на терке? Так, мой. Сыр у нас какой, расскажите? Это салгуни, правильно? Олег, сыр? Да. Это у нас глюнский сыр, салгуни. Мало соли там специально. То есть другой вот вроде и не подойдет, или можно чем-то заменить? Не, ну, заменить можно голландским, российским сыром. Ну, сыр должен быть качественный, в первую очередь. Качественный штук. Нужно много его или нет? Сколько примерно? Вот смотрите. Еще столько же. Еще столько же, да? Еще столько же. Мы берем немножко аджики. Расскажите, где аджику вы берете? Аджику я сам делаю. Приправы. Вот там секрет. Да, секрет фирмы. У нас аджика очень вкусная. И у нас в каждом нашем блюде идет эта аджика. Я сам молю вот эти приправы. Да. У меня специально есть, ну, как маленькая мельница. И вот эти ароматы. Да. Собираю вместе и делаю. Вот, раскройте секрет ингредиентов. Ну, там идет шафран, там идет календар, красный перец. Там идет, ну, дзира, грузинская дзира. Там у нас есть грузинская дзира. То есть здесь в магазине мы такую не купим? Ну, ладно. Ну, такую не купите. Потому что здесь все молотое, а там другое. А там настоящее. Вот это сейчас. Смазываем. Вот этот соус нужен будет для подачи. Правильно? Да. Это у нас... Сейчас мы берем. У нас рыбка здесь. С... Авокадо. Так. Еще? Хватит нам, да? Ну, сыра хватит. Все. Все, можем отправлять в духовку. Мы это можем отправлять в духовку. В духовку. 180 градусов мы разогрели. На 15-20 минут максимум. И теперь можем приступать к баранине. Сейчас у нас вот... Если вот мы берем, может, вы видите, у нас даже по-корскочке видно? Ягненок. Угу. Молодое мясо. Да, молодое мясо мы покупаем сейчас свежее. Что специально, что наши гости вкусно кушали бы. И, ну, каждый человек чувствует. Замороженное мясо, которое там покупают от... Ну, подсадочков есть. Ну, мы покупаем от азербайджанцев. Ну, там свежее каждый день. Ну, и сейчас мы будем готовить. Давайте перейдёмся буквально на мгновение, на рекламу и после этого вернёмся. Накрыть на стол за 20 минут, при этом накормить гостей и рыбой, и мясом вполне возможно. Форель по-королевски и ягнёнок в аджике. С новыми рецептами из Грузии вернулся шеф-повар Алико Амзоев. А мы продолжаем. Форель по-королевски доходит в духовке, а мы занимаемся сейчас в бараниной. Всё, мы сейчас начинаем не с баранины, а с ягнятиной. Ягнятиной. Да. Потому что она молодая, да. Сейчас мы берём немножко, немножко масла, оливковое, немного. Сливочное масло я добавлю, потому что она будет мягкая более. Чесночок. Без чесночка никуда. Это тоже новый рецепт из Грузии, вы видите? Ну да, сейчас я буду готовить специально. Масло мы добавляем, потому что она, ягнятина, не жирная. И она, чтобы было бы сочное. Да, вот вы сказали, не баранина. То есть с бараниной вот такой мягкости мы всё равно не достигнем. Не достигнете. Ну, баранину, один нужно 7 часов мариновать, чтобы из него что-то вышло. Жёсткая, поэтому не мягкая. А это можно просто пожарить, и соль, перец, всё, больше ничего. Алико, мне нужно порезать лук. Да? Полукольца. Нет, полукольца, мне кукулечка лучше. А, вот так. Хорошо. Он маленький, поэтому можно кукулечка, весь, да, полностью? Да. Крупно нарезаем острый перец, штук три. Вот блюдо у нас будет, получается, прям такое ядрёно-острое, потому что у нас... Настоящая грузинская. Да, у нас перец и у нас ваша авторская аджика. Сейчас я буду немножко посолю. Лука нужно сколько? Прям всю, весь, всю головку, да, или хватит? Хватит. Мы его вот сюда можете привозить. Мы и нарезаем немножко какие-то кинзы и смещаем. Кинзы. Ну, вообще, зелени, конечно, много не бывает, но сколько контролируете? Вот сколько хватит? Да. Можно просто передней части. Да, 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 да. Мы отрезаем, то что нам не можем. Сейчас мы уже... Кинзунь мелко режем, правильно же, да? У нас всё уже. Да, мелко. Мелко. Вот так у нас всё. Вообще, конечно, ароматы зелени вместе с мясом – это что-то невообразимое. Вот сейчас этого эффекта мы и достигнем. Итак. Это всё мы будем мешать. Нам хватит тарелочка, да? Да, да. Всё. Запускаем туда зелень. Ну, на любителя можно здесь добавить... Ещё лайм. Ну, я добавлю немножко лайма. Он даст специальный такой... Свежий вкус. И добавлю немножко... Ещё перца. Нам вот мало было. Теперь ещё добавляем. Это у нас сверху. Будем? Ну, а тем, кто не любит острое... Мы можем убрать, например, одну составляющую – это перчик. И уже будет... Смотрите, у нас ягнёнок светлый. Да. А баранина – она тёмная у нас. Вот в эту разницу. Поэтому не мучим баранину и берём ягнёнка. И наслаждаемся тем, что это... Ягнёнка, конечно. Приходите к Мерсунели. У нас ягнёнок, малый козлёнок, всё есть. Можно приготовить в молоке. Соусом эмали, в аджике. Очень много чего новинок я пришёл. Я сам лично готовлю. Самый шеф-повар и самый хозяин. Это хорошо. Олико, форель достаем или ещё рановато? Форель. Сейчас нужно посмотреть. Минут. Посмотрим. Она уже должна сверху прихватиться и... Ну, у нас уже готово. Готово. Всё, вытаскиваем. Готово. Мы вытаскиваем. Вот у нас наш форель. Вот авокадо у нас запечённое. Как уже пюре от гарнир. Это очень вкусно. Так вот сюда поставим, да? Так, всё. Всё. Сверху можем кинзой. Сверху, конечно, да. Кинзой. Тоже мелко порежем. И у нас ещё, напомню, есть соус, который мы польём. Не забываем. Этот соус можно отдельно держать. Там лайм. Но если хапри, когда вы будете кушать рыбку и гарнир, вы можете полить его и покушать, это очень вкусно. Кинза, мы её порежем или можно просто положить для красоты? Как? Кинза? Кинза можно. Ну, даже... Ещё больше? Да, можно так положить. Укрываем, как подушкой, да? Да. Положить нормально, хватит уже. С этой стороны. И соус. Что касается соуса, мы его отдельно подаём? Мы его отдельно подаём. Да. Официально, что вот подача с гарнирами, когда покушают рыбку, она без кости, без неё, ну, там, всё. Давайте домоглим. У вас головой. Это отдельный соус будет. Я сейчас покажу, какой он должен быть. Видно всё-таки, что там тоже есть красный перец. Маленькие-маленькие такие вкрапления. И подаём вместе. Отставляем пока это блюдо. Занимаемся бараниной. Вернее, ягнятиной. Так, достать блюдо. Это пицца. Теперь нам нужны блюда для подачи. Уже мы их предварительно нагревали. Сколько по времени они там должны стоять? Полчаса. А, то есть полчаса, и вот прям в такой хорошей приличной температуре, 180 градусов у нас они находились. Будем закиривать. Для специального масла взял всё. Виднятина, вот мы сейчас должны до какого момента подождать? Сейчас мы сделаем специальную, очень вкусную вещь. И возьмём её вот так, помидорчик нарежем. Это будет как гарнир. Нарежем перца. Сюда. Соль. Там, киндзи, немножко киндзи. Вот здесь уже её нарезаем. Это сюда. Каполя. Сыр. У хорошего повара никогда ничего не лишнее. Любой рецепт мы обязательно, все продукты, которые есть на столе, можно дополнить. Сейчас мы берём. Будет хорошо уже. Жалко, что вы сейчас не чувствуете этот аромат. Вот у нас щипит, всё вкусно. Начинает всегда жутко говорить о том, что Маша, ну давай, ну как-то уже попробуй, но ждём. Ну это вкусно. Это очень вкусно. И вот, девочки, многие говорят, что там лето, диеты и всё остальное. Конечно, нужно. Но если немножечко попробовать это прекрасного мяса, ничего страшного не будет. Не мучайте себя. Жить нужно в удовольствии. Да. И, конечно, вот это всё сюда нельзя. У нас щипит всё. Угу. И? Так. Мы это всё сейчас будем поливать нашей аджикой и в духовочку. Сейчас это томат-паста. Это простая, обычная, не авторская. Да, уже всё. Это мы можем купить в магазине, да. Да. Берём аджику грузинскую. Всё смешиваем. 50 на 50 грамм. Это всё смешиваем. Добавляем чеснок. И сверху выкладываем на ягнёнка. Сейчас мы это всё в духовку. Ну, на какое примерно время? Сколько там? 10 минут. 10 минут? 10 минут. У нас всё будет готово. Дорогие друзья, ну всё, у нас процесс пошёл. О, щипит. Ягнёнок, ягнёнок в ожидании. Можем вытаскивать. Немножко так всё. Горячий. До сих пор шкварчит, я даже отсюда слышу. Вот. И можете сюда вынести, к рыбе. Всё у нас уже... В таджем. Немножко. Испачкались, но ничём. Потому что всё горячее. И сверху сейчас мы будем добавлять гарнир. Не лучок. Лучок, кинза, перец. Настоящее грузинское блюдо. И рыба, и мясо удались у нас на славу. За это спасибо вам. У нас в гостях был Алико Амзоев, шеф-повар ресторана в Шоте и Хмели Сунели. Спасибо вам большое. Ждём вас. Готовьте с нами, готовьте с удовольствием. Мы прервёмся на короткую рекламу. Макияж – привычное дело для каждой женщины. Но несмотря на количество времени, проведённого перед зеркалом, результатом мы довольны не всегда. Сегодня о трендах современного мейкапа, о коррекции лица мы поговорим с визажистом и стилистом Маргаритой Красавиной. А также обсудим, почему специалисты, говоря о молодости лица, имеют в виду зону от макушки до груди. Рита, здравствуй. Здравствуй, Маша. Расскажи, какой макияж сейчас на пике популярности? Какие основные тренды? Ну, я бы сказала, что уже несколько сезонов подряд самый трендовый макияж – это свежая кожа. Свежая кожа и чистая кожа, здоровая кожа. То есть даже многие визажисты в последнее время стали уделять внимание подготовке. То есть они используют много уходовых средств, и текстуры максимально лёгкие, максимально подсвечивающие. Сейчас лето, и, дай бог, чтобы у нас июль выдался тёплым. Конечно, в тренде макияж солнечный, то есть использование каких-то золотистых, бронзовых оттенков, очень тёплых, приятных таких, да, подсвечивающих, красивых тоже текстур. Хайлайтеры, бронзаторы – это всё, что нужно иметь в косметичке. Сейчас много непонятных слов. Хайлайтеры – это мы с тобой знаем. Вот расскажи, особенно, знаешь, мужчины всегда говорят, что это такое? Ну, здесь, может быть, кто-то знает английский язык и включит логику, да, но, в общем-то, это подсвечивающие продукты, это слово «хайлайт», то есть то, что выделяет объёмные части на лице. Это скулы? Да, скулы, это центр лба, если нам это нужно, это спинка носа, ямочка на верхней губой и центр подбородка. В общем, целая наука. Про уход и про качество кожи мы ещё обязательно с тобой поговорим. А вот есть ли антитренды? То есть если в тренде такой более-менее натуральный, наверное, всё-таки макияж как будто ты не накрашена, да, то антитренды – это что сейчас? Вот что не нужно делать? Антитренды – это когда хайлайтера слишком много, да. То есть блином обтёрлось как будто? Да, да, чтобы видно было из космоса. Антитренд – это слишком много тонального крема, то есть мы уже отталкиваемся, собственно, от трендов. Это когда мы пытаемся замазать, замаскировать и делаем очень много слоёв на коже. Я думаю, это тоже такой антитренд, который сквозь века, вот, сквозь годы, сквозь месяцы. Поэтому никто не любит, когда слишком много косметики на женском особенно лице. На мужском это вообще. Да, что касается стрелок, например. Это тренд или антитренд? Стрелка – это графический элемент макияжа, который, в принципе, стал классикой. То есть если мы его используем по случаю, когда нас обязывает случай, допустим, это какое-то мероприятие торжественное, да, и мы делаем макияж а-ля красная ковровая дорожка, то классика – стрелка и красные губы, конечно, и яркие губы. Вот яркие губы у тебя сегодня. Но стрелки у меня нет. Да, то есть если мы делаем яркие губы, то тогда на глаз не нужно, чтобы привлекало внимание. Если это какой-то повседневный макияж, если не обязывать, допустим, офисный дресс-код, да, потому что там свои особенности в макияже, если ты хочешь добавить яркий акцент, то, конечно же, можно сделать светлые сияющие глаза и яркие, сочные губы ягодного оттенка, любые оттенки красного, коралловый сейчас в тренде, кстати, если говорить о трендах, возвращаться. Ты начала с того, что трендовый макияж – это и сразу заговорила про кожу. Вот зона ответственности визажиста, она уходит за пределы косметики? Да, я считаю, что да, и я немножко, может быть, фанатично отношусь к уходу за кожей. Многие меня, собственно, и знают как визажиста, который гиперответственно подходит к этому вопросу. И кожа – это самый большой орган человека. Мужчины и женщины, то есть, вне зависимости от пола, должны следить за здоровьем кожи. И визажист, как человек, который работает с лицом, то есть это визитная карточка человека, я считаю, он должен не просто наложить слой косметики декоративной, да, как говорится, забить поры тональным средством, что-то перекрыть, замаскировать. Он должен провести определенный спа-ритуал, чтобы, во-первых, клиент расслабился, получил удовольствие, и чтобы косметика, которую наносим сверху, она легла идеально и работала так, как она должна работать. То есть, в принципе, если мы обратимся к международным компаниям, которые производят косметику, любой тренинг начинается с того, что визажист бренда готовит кожу социальными продуктами, уходовыми. А как ты относишься к тому, что говорят косметологи, лицо – это не только его овал. То есть лицо, вот спускаемся до зоны декольте. Конечно, это правильно. Это так? Мы же носим вырезы различные, да, по глубине, и поэтому макияж, ну, как говорят, нужно спустить макияж чуть ниже, да, на шею и на область декольте. То есть есть специально также продукты, которыми можно, ну, консилером, которым мы маскируем недостатки, да, какие-то на лице, можно замаскировать, допустим, покраснение локальное на шее или на декольте, если предполагается глубокий вырез. Хайлайтером можно подсветить красиво кожу. Что касается ухода, вот если говорить о косметологах, то, конечно же, все средства, которые мы наносим на кожу лица, мы ее наносим на кожу шеи. Вот. Есть специальные движения для этого, специальные техники. Вот. Я ее владею. Это очень хорошо. Расскажи про коррекцию лица. И правда ли, что с помощью косметики можно исправить то, что, например, за что берутся пластические хирурги, а всего лишь нужно найти достойного визажиста, который тебе расскажет, как увеличить губы, как уменьшить нос? Конечно же, это, наверное, один из самых популярных вопросов и один из самых популярных запросов. Но моя философия такова, что макияж, ну, пластический хирург, это то, с помощью чего мы подчеркиваем свои достоинства. Про недостатки, в общем, недостатки нужно прорабатывать, наверное, с психологом в первую очередь, потому что женщина, если я говорю о своих, да, любимых именно клиентках, хотя у меня и мужчины тоже есть, которые приходят, правда, не на макияж, но на оформление бровей, да. Так вот, женщина должна в первую очередь любить себя, то есть работать со своим внутренним миром. И макияж – это как такой инструмент, как такой завершающий штрих, вот, ни в коем случае не перекраивать свое лицо, опять-таки, слоями. Потому что как мы можем, конечно же, изменить и форму носа, и форму глаз, и форму губ, все что угодно, но это уже грим. То есть это уже то, как работают гримеры на площадках, вот, на телевидении, да, в кинематографе и так далее. Да, у нас есть свои секретики. Вот так. Ты заговорила про брови. Вот, можно сказать, что это и тренд, и антитренд сегодня одновременно? Расскажи, какими должны быть брови? Ну, ты говоришь, что мужчины приходят тоже, но все-таки больше всего волнуют женщину. Ты знаешь, что нас за границей чаще узнают? Потому что у нас, вот, как они говорят, татуировка вместо бровей все русские. Ну, потому что русские женщины очень любят сделать себе перманентный макияж. Русские женщины, я не знаю, наверное, они у нас слишком активные, потому что им лень красить ресницы и брови, и проще сделать себе перманентный макияж. Но я за то, чтобы брови выглядели максимально ухоженно, чтобы они были красивой формы, гармоничной. То есть это тоже уже бровист, специалист, да, он смотрит на форму лица, на овал лица. Есть различные схемы, как наивысшую точку бровей поставить, как поставить начало бровей, хвостик. Но самое главное, что бровь – это у нас, так скажем, такая часть лица, которая задает все линии гармонии, поэтому, ну, в общем-то, нужно следить за тем, в каком они состоянии. Давай тогда еще и про ресницы поговорим. Вот эти, как мы, мужчины говорят, щетки наделали. Я тоже их называю щетками. Ну, сейчас на самом деле… А как нужно, как должно быть? Ну, смотри, чем активнее у нас какая-то часть лица, тем мы ее должны, в принципе, выдержать и поддержать также, да, какой-то еще, то есть найти ей пару. То есть если у тебя объем 6D, то у тебя наверняка должна быть и бровь густая, и темная, или хотя бы губы объемные, пухлые, тоже их нужно ярко красить. Ну, я так считаю, по крайней мере, да, потому что эстетика тогда очень нарушается. Я не понимаю, как можно сделать так, что впереди тебя идут твои ресницы, а потом заходишь ты. Ну, честно, это не особо женственно, и я думаю, что это асексуально, если честно. Очень важно от специалиста услышать эти слова и, возможно, сейчас сэкономить одну, вторую, третью тысячу рублей. Девочки наращивают ресницы, но когда они делают классику, максимально это тонко, нежно, незаметно, а сейчас же есть еще коричневые ресницы, да, то смотрится все очень даже прилично. Макияж – привычное дело для каждой женщины, но несмотря на количество времени, проведенного перед зеркалом, результатом мы довольны не всегда. Сегодня о трендах современного мейкапа, о коррекции лица мы поговорим с визажистом и стилистом Маргаритой Красавиной, а также обсудим, почему специалисты, говоря о молодости лица, имеют в виду зону от макушки до груди. Мы с тобой разговариваем летом. Какой он летний макияж? Есть такое мнение, что летом можно не краситься. Можно, в принципе, никогда не краситься, если вам достаточно уверенности в себе, и вы любите себя такую, какая есть, но это большая редкость, поэтому женщины – это активные покупательницы, да, и клиенты парфюмерных и косметических магазинов. Поэтому, если мешает косметика летом, то есть у нас же активно вырабатывается все равно пот, да, нам жарко, солнце. Если мешает косметика, пожалуйста, легкий какой-то увлажняющий крем. Кстати, можно использовать, допустим, всеми любимые CC BB кремы, потому что они сразу защитой, хотя они достаточно насыщенные по текстуре. И, пожалуйста, ресницы и брови, можно прозрачным гелем, можно коричневую даже ту, чтобы это было незаметно. То есть если мы отталкиваемся от того, как вам комфортно. То есть как тебе комфортно самой, так ты и поступаешь. Я никогда не переучиваю сильно своих клиенток. То есть мы все делаем в рамках того, чтобы максимально комфортно было. Солнцезащитные крема. Как ты к ним относишься? Отношусь крайне положительно. И они нужны, необходимы. И это вообще такой незаменимый продукт, потому что солнце активное. Даже у нас в Хабаровске? Оно у нас... Редкое? Не даже. Ты знаешь, Хабаровск – солнечный город, да? Просто это лето вот у нас такое выдалось почему-то. Но вне зависимости от сезона нужно пользоваться SPF-фактором, нужно защищать кожу, потому что, ну, к сожалению, в ИАХ загар, он вызывает преждевременное старение. И не только кожа, это не только видно визуально, а, в принципе, старение всего организма. Но ведь на самом деле загар вначале, ты думаешь, что как все красиво, и я лучше всего выгляжу, когда я загорела, это со временем. То есть это не сразу видно, что это вызывает старение, и вот тебе сегодня позагорало, там, зимой, например, уже сразу видишь какие-то изменения. Да, ультрафиолетовое излучение делится на несколько типов. Есть лучи группы В, да, которые, во-первых, вызывают все виды рака кожи. Это очень страшно и это печально, поэтому нужно уже об этом думать наперед. Вот. И вот это повреждение, которое нам наносит, да, ультрафиолет, оно имеет свойство накапливаться. То есть вот как ты говоришь, то есть сегодня-завтра все отлично, а через год-через два ты стала замечать, что у тебя, ну, очень быстро, допустим, появились морщинки, кожа стала склонна к воспалениям или какой-то, ну, стала очень тонкая, чувствительная, да. То есть это все вот, кстати, ну, из-за того, что мы загораем звездой на пляже и впитываем в себя это излучение. Смотрю на тебя, и летом ты умудряешься быть незагорелой. Как ты относишься к солярию? Потому что многие из-за того, что лето у нас очень такое переменчивое, думают, ну, вот хотя бы в солярии я загорю. Угу. Я в свое время, как и все, наверное, в студенчестве увлекалась солярием, загорала до хруста. Вот. Но ты знаешь, что я жила в Таиланде какое-то время, я люблю именно солнечный загар, то есть когда мы его получаем на пляже, искусственный загар мне не нравится, но об этом я тоже сейчас упомяну. Солярий, ну, то есть ты стоишь в солярии, и вот, пожалуйста, впитываешь в себя все последствия негативные, которые он может тебе дать. Как говорят, что подзагорю, да, и там прыщечки подсушу. Вот, это, кстати, такое очень часто упоминается, и миф, может быть, ты сейчас, если развеешь. Это не так? Да, конечно, это не так, потому что, ну, что такое прыщи? В первую очередь, это, скорее всего, это акне, то есть, да, это воспалительный процесс в коже, и с помощью ультрафиолета ты его только усилишь, то есть кожа начнет потом реагировать еще больше и усугубиться это состояние. И что касается себя, то есть, я всегда закараюсь с максимальным фактором защиты. 50, СПФ 50. Через него также кожа получит необходимое количество ультрафиолета, она также загорит, просто пусть это будет легкий какой-то золотистый оттенок, не уровень курочка-гриль, да. Итальянская бабушка на пляже, да. Да, я просто привыкла, на самом деле, к своему цвету кожи. Вот и все. То есть, я смирилась, я его принимаю, принимаю себя такую, какая я есть, и мне спокойно живется, в общем. Есть еще одно мнение. Женщины говорят, что зимой у меня кожа сухая, а летом жирная. Такое бывает или почему это происходит? Это достаточно распространенное заблуждение. Мы рождаемся с определенным типом кожи и проносим его через всю жизнь. Просто потом меняется немного состояние кожи. Вот. Летом нам кажется, что кожа более жирная как раз-таки из-за того, что мы больше потеем. То есть, активно работают потовые железы. И даже вот это вот испарение, эту влагу на коже, особенно в этой зоне и в области лба, мы принимаем за сальный блеск. Но по факту это не так. Вот. Поэтому просто нужно брать более легкие текстуры в плане ухода, в плане декоративной косметики, если тональный крем, да, выбрать какой-то более такой нежный и воздушный по текстуре, очень такой тонкий. Вот. И матирующие салфетки, например, увлажняющий спрей. Кстати, чем больше мы кожу увлажняем, тем она меньше жирнится. Вот про это я хотела спросить. Правда ли, что если кожа жирная, то тебе не хватает воды? То есть тебе нужно пить больше жидкости? Да, да. И пить, и следить, да, за своим, получается, питьевым режимом, следить за тем, как кожа увлажняется, следить за уровнем увлажненности дома. Это тоже очень важно. Девушки просто многие об этом не знают, но особенно зимой в Хабаровске увлажнитель – это лучший наш друг. Я слежу за твоим инстаграмом, и я теперь знаю, что помимо того, что ты визажист, бровист, ты теперь еще и стилист, имиджмейкер. Расскажи, какие запросы у клиентов, потому что я понимаю, что они у тебя мгновенно появились, потому что все следили за, все твои подписчики, за процессом обучения. Да, я просто долго очень, на самом деле, к этому шла, но мне безумно хотелось получить образование именно высшее в этой сфере, и мне хотелось транслировать этот процесс. Что касается самых популярных запросов, это, конечно же, разбор гардероба. Потому что очень часто, ну, клиентов у меня, конечно, больше всего это среди мам. Вот, молодые мамочки спустя полгода, год в декрете, им, как сказать, им хочется глоток свежего воздуха, им хочется, чтобы кто-то пришел, выбросил все оверсайз-вещи и, наконец-то, хотя оверсайз – это, в принципе, тренд, вот, но привел как-то к общему знаменателю и опять вдохнул глоток свежего воздуха в женственность, что ли. Ну, а бывает такое, что нет, это моя любимая кофточка, я тебе ее не отдам? Ну, когда ты говоришь, все, вот с этим нужно попрощаться, снимите это. У меня было несколько таких курьезных случаев, когда мы с девушкой разбираем гардероб, и она достает мне пару вещиц. Ну, как бы, а я человек… Ты плачешь? Нет, ну, я человек очень открытый и прямолинейный, да, я смотрю и говорю… Такая неловкая пауза, то есть она понимает по моим глазам, что эту вещь нужно срочно утилизировать, но она говорит, она моя любимая, но я ее уже много лет не ношу, но она такая любимая, вот она у меня везет в шкафу, я говорю, давай все-таки от нее избавимся, на ее место придет какая-то новая, классная, такая базовая вещь, которую ты сможешь носить и впервые в мир. А вот если говорить про тренды, например, этого лета, может быть, дашь несколько наводочек? На самом деле я с удовольствием, да, расскажу. Во-первых, гардероб этого лета, если мы говорим про базовый гардероб, без наложения дресс-кодов, да, различных, это максимально светлые оттенки и лучше… Мы с тобой в трендах, получается, да? Лучше, чтобы летняя гамма была, ну, достаточно монохромная. Что такое монохромная? То есть это, допустим, бежевый базовый, можно взять цвет, белый и вот все, что вокруг, да, светло-коричневый такой, какие-то яркие акценты, конечно, тоже можно добавлять, но их можно добавлять с помощью макияжа. Вот. Про оверсайз я уже сказала, пиджаки с мужского плеча, это очень модно, брюки-палацция, брюки с завышенной талией и длинный в пол, это прям для модниц-модниц. Что еще? Минимум украшений, на самом деле, это тоже тренд этого лета, хотя некоторые девушки настолько яркие, что я, допустим, их уже не представляю без украшений, да. Потом, что касается обуви, то лоферы сейчас набирают опять популярность, как базовая модель именно. Лоферы расшифровывая, опиши примерно. Это ботиночки, да, ботинки на плоском ходу, либо с небольшим устойчивым каблуком и без шнурков. Вот. Что еще? Ну, то есть их можно, да, как, допустим, и с платьем ты их можешь надеть, и с каким-то более таким кэжуал-луком. То есть такая эклектика, можно сказать. Эклектика – это когда смешиваются стили. И стили смешиваются именно очень контрастно. То есть ты видишь, да, проявление конкретно спортивного, допустим, и какой-нибудь драматический каблук высокий 12 сантиметров. Вот это прям эклектика в чистом виде. Но здесь мы, во-первых, за женственность, за такую утонченность, за элегантность. Ну, вот, наверное, как-то так. Спасибо, Ритя, тебе большое. Мы тебе будем модной и со стильным макияжем, и не переборщим с ним. Спасибо тебе за наш сегодняшний разговор. А это была программа «Открытая кухня». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова